Заявление Национального демократического полюса о необходимости сотрудничества диаспор наций, подверженных угрозе Кремля. Как официально констатирует цивилизованный мир, Кремль преследует цель в новом формате восстановить Советский Союз. Это в различных проявлениях создает угрозу захвата и колонизации для наций, входивших в состав СССР, а также наций Восточной Европы. О сказанном свидетельствуют, в частности, продолжающиеся после распада СССР нахождение российских войск в Приднестровье, Молдове и его фактическая оккупация. Захват в 2008 году территорий Грузии и в 2014 году территорию Украины и де юре или де факто их аннексия. Открытая политика включения Белоруссии и Армении в так называемые союзные государства. Недавняя организация карательной интервенции в Казахстан путем злоупотребления формата ОДКБ. Необоснованные незаконные требования не допустить членства Грузии и Украины в НАТО и вернуть войска НАТО на рубежи 1997 года. В целом, агрессивное и циничное стремление добиться признания миром постсоветского пространства зоной влияния России. В создавшейся ситуации императивом становится сотрудничество наций, подверженных угрозе Кремля для противостояния этой угрозе. Учитывая вышеизложенное, Совет Национального демократического полюса призывает находящиеся в демократических странах диаспоры подверженных угрозе Кремля наций объединиться с целью противостояния этой угрозе и создать необходимые для этого платформы сотрудничество. Мы обращаемся к сторонникам полюса и всем неравнодушным к судьбе Армении, нашим соотечественникам, проживающим в демократических странах. С активной инициативностью осуществить этот замысел. Совет Национального демократического полюса 21 января 2022 года. Ереван. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса.